К этому дню я шла, я думаю, всю свою жизнь. Я помню каждое мгновение каждого тура. Помню, как стою на сцене, и когда я пою припев, зрители начинают аплодировать. И тогда я понимаю, что я здесь, я делаю все правильно. Я знаю ее положительные стороны, знания английского языка. Она симпатичная, она привлекает внимание мужчин. Собственно, это, наверное, одно из главных. Ей добавить-то надо вот столичка, и она может прорвать. Вот я дошла до этого момента. У меня новый абсолютно образ. И сегодня мне будет аккомпанировать настоящий оркестр. Я очень сильно волнуюсь, повторяю песню. И морально готовлюсь к своему выходу на главную сцену. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Вот это читалось, то есть я это видел. А так песня очень классная, и вы очень симпатичные. От вас идет такой прям свет. Спасибо. Как всегда, коротко, лаконично. Уолтер. Выглядит замечательно. Я могу всем сказать, что это единственный человек, который чисто, без акцента спел на английском языке. Вот это чудо. Игорь Матвиенко. Мне очень важно было услышать мнение Уолтера по поводу произношения, потому что я переживал, что здесь может быть что-то. За исключением нескольких нечистых ноток, в принципе, очень хорошее впечатление. Молодец, Анна. Спасибо большое, спасибо. Очень опасная штука все-таки перепевать Бруна Марса, потому что уж больно он здорово поет, и дотянулся до такой выразительности. Все-таки сложновато, особенно девушки. Но зато вы очень красивые, знаете, вот. И это восполняет то, чего не хватает ушам, то есть хватает глазам, поэтому в совокупности хорошо мне понравилось. Спасибо. Спасибо. Ну, мне как раз кажется, что это была продюсерская находка, чтобы мужскую песню перепела девушка. Безусловно, у нее, конечно, не хватает вот этого давления на верхах, но зато она брала другим, женственностью, и вот какой-то так, ну, эротизмом, если хотите. Ну, что ж, ну, в общем и целом, все хорошо. Даже наставники не могут предугадать, кто из тройки выступит лучше всех. Самое волнительное на нашем проекте – это те секунды, когда продюсеры и наставники решают, кто же достойен пройти в полуфинал, а кто, к сожалению, покинет проект «Главная сцена». Ведь, по сути дела, эта тройка, как единый организм, работала в течение недели с Виктором Дробышем, и очень сложно будет кого-то выудить, а кого-то отправить домой. Максим Фадеев. Ань, я за тебя. Вау! Спасибо. Игорь Матвиенко. Ксения Паврос. Ксения Паврос. Спасибо. Константин Миладзе. Прекрасная тройка, но все-таки самая интересная и непредсказуемая – Ксения. Ксения Паврос. Уолтер. Нет, как тебе кажется? Ксения Паврос. Сложно. На одной стороне вот этот перспектив коммерческий Аня имеет очень много, я знаю. А на другой стороне просто творчество и талант. Это другая женщина, барышня здесь. Но в этом смысле я за Аню. По правилам нашего шоу, к сожалению, единственный парень в этой тройке, молодой человек, такой симпатичный, покидает главную сцену. Мы говорим вам спасибо, эти аплодисменты вам. Спасибо. За риф, к сожалению, не расстраивайтесь. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Аплодисменты. Равное количество голосов пока у Анны и у Ксении. И, как ни странно, может быть это и судьба решать все сейчас Виктору Дробышу. Ксения или Анна. Милые девушки, простите нас, это все делается не специально, никем не срежиссировано. Виктор не может реально определиться. Итак, в полуфинал проходит. Нам нужно имя Виктора. Виктор, нам нужно имя. Анна или Ксения. Ксения или Анна, Виктор. Три, четыре, тишина. Полуфинал проходит. Ну, скажем так. Валтер сказал, что у Анны идеальный английский. Самый лучший английский из всех. Поэтому проходит Ксения. Так тому и быть, Ксения Баврос проходит в полуфинал шоу «Главная сцена». Поздравляем вас. Анна, к сожалению. Спасибо. Я хочу сказать всем огромное спасибо. Для меня была большая честь выступать здесь, на главной сцене. Спасибо всем, кто за меня болел. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Ой, тут такая борьба, Григорий. Такая борьба. Если бы я участвовал в главной сцене, меня бы выкинули на этапе кастинга еще. А я бы даже не дошел до него. Да.